Девушки отдыхают Я уже на Ванкувере и пытаюсь найти свой дом И хотела сказать, что я по-прежнему не спала Уже 30 с чем-то часов точно я не спала 36, возможно Оказывается, что у меня перелёт почему-то был 9 часов Хотя везде было написано 11 Но мы летели через льдины, горы и тому подобное А ещё я отлично приехала Я нахожусь на городе Ванкувер в Канаде Это западное побережье Называется провинция Британская Колумбия И просто мы летели и пилот сказал Типа, вот посмотрите, это не смок Точнее, это не облака Это смок от От того, что горят леса Очень много лесов И сейчас вот я нахожусь на такой канадской улочке На самом деле я прилетела Ну я вообще бесила Я не знаю, надо говорить или нет Я ещё была бесила, когда была в Мюнхене Я прилетела И пошла покупать себе карточку на месяц Я не знала, какую точно мне карточку надо Я это пошла в интернет Пошла в интернет узнавать Узнала я об этом в интернете Всё-таки, ну надеюсь, я правильно купила Всё-таки просто дорога очень покупка, честно говоря Разница между одной и другой карточкой Ну такая немаленькая, 40 долларов разница Поэтому я решила купить поменьше И вроде как посчитала, что мне будет хорошо Но проблема У меня не было нужных наличных Потому что у меня были все 50 А там принимают только 20 и 10 Я пошла обратно в аэропорт Менять деньги У меня ещё в голове немецкий Я сейчас иду, думаю Боже, как это будет по-английски Я помню, это по-немецки Потому что я летела компанией Люфтганца Здесь всё на немецком У меня в голове немецкий Ещё из Мюнхена прилетело А потом я села на скайтрейн Чем его особенность, то что он ездит сам по себе Там нет водителя Или как он называется, забыла слово В общем, он ездит сам по себе И я приехала Потом я три раза пыталась сесть в автобус Там просто три или четыре разных автобуса номер 100 Но всё-таки села, приехала И такое чувство, что я не в Канаде, Ван Кувель А где-то вот в Германии В деревне Уэлины, серьёзно Вообще такая тишина, никого нету Я сейчас поиска к своему дому Где я буду жить месяц В семье И да Ох И я бесил Приехала И сейчас подымалась на гору ещё И сейчас ещё опять на гору Я уже просто, я хочу спать А мне завтра 8 часов будет в школе То есть даже добираться час В общем, не в этой жизни я высплюсь А вот я нашла свой дом Ну тот дом мне нравится больше Но, ладно, сойдёт А улочка, милая Я просто волновалась Здесь как-то через одну улочку Одна идёт хорошая Другая плохая Потом опять хорошая плохая Но у меня хорошая улочка Я этому рада В общем, пошла ознакомиться с семьёй И я пришла на свой завтрак И у меня вот такая вот записочка была Вот здесь вот каша Вот здесь сладости какие-то В общем, попробовала, что это Масло, хлеб И вот это вот Масло, мальчики Сейчас подушить и уже бежать Доброе утро Сейчас 7.11 утра И я хотела выйти 11 минут назад Но как-то у меня не удалось И сейчас я иду по улице Которая параллельно идёт с моей улицей Иду искать автобус Надеюсь, я в правильную сторону иду Думаю, что да Сейчас будут опираться до школы Там первый день Я буду писать тест Который определит меня в группу А потом в 5.30 я должна быть дома Потому что моей семье будет как ужин И я им подарю сувениры Мы познакомимся и тому подобное А, и да, в моей семье 4 ребёнка От 3 лет до 8 Да Но, по-моему, я мушу понравиться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сегодня это школа, это первый день от школы, поэтому теперь у нас есть вечер, ну, definitivamente я у нас вечер, поэтому сейчас мы сидим здесь, у нас есть красивая景, и, да... Всем привет, я опять в своей тихой деревне, на самом деле, это не деревня, это город, просто такой очень семейный район, где нет высоких домов или шумных клубов, а просто такие милые домики, как из фильмов, и мне надавали кучу-кучу всего. У меня сегодня был тест и презентация, я, кстати, выиграла очки, потому что я сказала, что национальный спорт Канады — это лакросс. Я познакомилась с девочкой из Турции, мы сегодня с ней провели день, какие-то цветы красивые. Мы сидели рядом со столом, начали разговор, и я с ней гуляла долго, а мы вместе кушали ланч, и затем ещё гуляли по городу, а затем пошли на одно активити, поехать поесть мороженого.